Музыка Здравствуйте! Это я, Рик Кастин. И новый сюжет, интересная темка, будет сегодня сводка. Один вариант сводки на кроссфейдере. Сводка довольно быстрая, никаких 4 квадратов. Все укладывается в пол квадрата. Не нужно подрезать частоты, не нужно ничего делать с частотами. Единственное, что нужно, это синхронизовать треки по темпу. И нужна еще такая функция, как горячие метки, так называемые, Hot Cues. Что это такое? Ну, это вы запоминаете, там, или программа, трактор, ну, то есть, в программе трактор, или на CD-проигрывателе, у пионеров, допустим, есть эта функция. Запоминайте определенное место композиции. Вот. И нажав на эту кнопку, вы возвращаетесь к этому месту сколько угодно раз. Вот. Например. Чтобы было слышно. Вот. Ну, то есть, у меня под одной кнопкой забит удар, под другой кнопкой забит рабочий барабан. Ну, то есть, бочкой рабочий барабан. Что это такое? Ну, для тех, кто не в курсе, быстро объясню. Бочка, это понятно. Это то, что вот звучит обычно, ну, везде звучит бочка. Это, вот, если взять ритм-секцию, допустим, то вот это, это у нас бочка. А, вот это, вот это, вот это, это рабочий барабан. Вот. Это рабочий барабан, это бочка. Вот. Там, где я делаю щелчки, это рабочий барабан. Вот. Ну, на английском это снейр. Вот. Вот. В хаосе рабочий барабан, он добавляется, то есть, идет сначала. Вот он. Вот. Везде рабочий барабан, практически. Вот. Так вот. Вот. К чему это я все ввел? Горячая точка и снейр. Для этой сводки я горячую точку ставлю на рабочий барабан. Вот. И я, да, вот, да, на рабочий барабан. Что делаю потом? Потом темпы синхронизированы, это понятно, само собой. Потом, обычно, как мы привыкли, ну, то есть, запускать в первый удар нового квадрата. Так? Так. Но в этой сводке мы будем запускать не в первый удар нового квадрата, а во второй, то есть, в снейр. То есть, будет не в кик, а в снейр. И одновременно с тем, как я... Оп. Так, вот нам пока не понадобится. Одновременно с тем, как я буду совмещать рабочий барабан играющего трека с рабочим барабаном нового трека, я их буду подменять. То есть, я нажимаю кнопку и перебрасываю кроссвейдер. Чик. Вот. Вот так будет. Чик. Чик. Вот. И тут, ну, как бы не помешает вот те тренировки скучные, про которые я говорил раньше, где надо выбивать первый удар, вот, где надо тренироваться четко запускать удар в удар. Почему? Потому что сейчас нужно будет четко в ритм попасть. То есть, совместить рабочий барабан одного с рабочим барабаном другого. Вот. Вот такая вот фишка. Сейчас переместится камера, и я на примере конкретно покажу, как это будет делаться. Итак, что мы будем делать? Повторюсь, мы будем совмещать, используя кроссфейдер и кнопку горячей метки, будем делать резкую сводку на кроссфейдере. То есть, будем запускать рабочий с рабочим барабаном. Это сводка слышимая. То есть, она резкая, и она делается быстро за полквадрата, и она, понятное дело, слышимая. То есть, она не такая плавная, как, допустим, в хаосе, но это делается специально. То есть, иногда нужно делать слышимые, такие заметные сводки, вот, чтобы, опять-таки, немножко растормошить людей, чтобы как-то резко как-то поменять ход вечеринки, или просто обратить на себя внимание. Вот, поэтому сейчас детально разберёмся, сводка вообще не сложная, она простая, то есть, как бы, ну, там, не бино-гнетона, поэтому... Вот, поэтому поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё раз детально. Смотрите, мы... В чём отличие, допустим, от той сводки, которую показывал классическая? Ну, отличие в том, что мы используем эквалайзер, очень плавно наращиваем громко, всё незаметно, всё вообще не ощутимо. Вот. Что бы, как бы изменилась картина, если бы мы, как и в обычном случае, запускали первый удар, ну, то есть, обещали первые удары квадратов. Не рабочие, а первые, то есть, бочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, ну, как бы, оно, ну, уж чересчур резко. Ещё раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, в этом случае, ну, такое ощущение, что просто диджек Диала просто пух и включил другой трек резко. Вот. А тут маленькая хитрость, то есть, то есть, эту сводку сразу заметно, потому что снова квадрата начал звучать вообще другой трек. Ну, это неожиданно. А если мы дадим вот чуть-чуть буквально проиграть кусочек маленький, вот, играющего трека, а подменим рабочий барабан, то, как бы, слушатель не успеет так быстро сориентироваться. Он так, снова квадрата бах, пошла та же бочка, но рабочий барабан изменился. И, ну, это, как бы, такой более сглаживает, сглаживает резкость этой сводки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте так, третий раз, третий такой контрольный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА по-моему звучит прикольно то есть основная характеристика вообще в работе оно должно быть или звучать прикольно и им не нравится вот даже несмотря на то что треки немного разные по своей ну по своему как бы эмоциональной нагрузки это более диповый вот этот более фанковый но по моему на мой взгляд свелись они прикольно вот вот такая вот фишка вот такая грубая сводка за пол квадрата тренируйтесь пишите комменты это был я река стей до новых встреч спасибо